Вам нужно верить в себя вне зависимости от того, что вам говорят люди, которых вы любите или кому доверяете. У нас с Беном был общий банковский счет, на который шли наши гонорары за роли. Мы использовали его только если нужно было поехать в Нью-Йорк на прослушивание. На самом деле мы написали сценарий к умнице Уиллу Хантингу. В силу необходимости, нам очень нужна была работа. Вы ничего не добьетесь, если будете каждый раз падать ниц перед кем-то. Он американский актер, продюсер и сценарист. Согласно журналу Форбс, фильмы с этим актером приносят самые высокие доходы. Он – одна из ярчайших кинозвезд всех времен. Он обладатель множества наград, среди которых несколько премий Оскар. Его зовут Мэтт Дэймон, и вот 10 правил его успеха. Правило номер один мое любимое. Если вы просмотрите это видео до конца, то сможете увидеть дополнительные бонусы. В молодости все твердили мне – не становись актером. Теперь, когда мне задают тот же вопрос, я хочу стать актером, что вы мне посоветуете, я отвечаю – ни в коем случае, забудьте об этом. Потому что именно так отвечали мне. Если вы по-настоящему решили добиться успеха на этом поприще, где будет много трудностей и отказов, то вам надо твердо верить в себя. Вне зависимости от того, что вам говорят люди, которых вы любите или кому доверяете. Я думаю, что этот опыт вредных советов мне очень помог в жизни. Это помогло мне поставить цель и все преодолеть. Первая работа, которую я получил, была настоящей, помимо съемок в рекламе и всего прочего. У нас с Беном был общий банковский счет, на который шли наши гонорары за роли. Мы использовали его только, если нужно было поехать в Нью-Йорк на прослушивание. Ну, или мы брали оттуда 10 баксов, чтобы поиграть в видеоигры. И вот я получил роль в фильме «Мистическая пицца». Я должен был сказать «Мам, я не хочу овощи, будешь?» Буквально одна строчка. Это была сцена, где все сидят за большим столом, а главная роль была у Джулии Робертс. Мы снимали эту сцену целых три ночи в Мистике, штат Коннектикут. Я тогда был несовершеннолетним. Меня приводила на съемки мама. Мы снимали с пяти до пяти каждую ночь. И я помню, что просто влюбился в процесс создания фильма. Это было лучшее время в моей жизни. Это было нечто потрясающее. Я не хотел, чтобы это время закончилось. Настолько я был счастлив. Мы написали умницу Уилла Хантинга в силу необходимости. Нам очень нужна была работа. Как вы знаете, ее не так-то легко получить. Мы были двумя полными энтузиазма парнями. Были молоды, энергичны, хотели творить, а в Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке это была большая проблема. Там полным-полно энергичных молодых людей, которым некуда приложить свою энергию. Не на что направить свой талант. Когда творческая энергия не находит себе выхода, все может закончиться очень плачевно. Человек от безделья может пристраститься к наркотикам. Как бы то ни было, все равно нужно делать что-то полезное. Даже если вы ничего не добьетесь, в итоге все равно, в любом случае вы остаетесь в выигрыше. Потому что в чем-то заняты. Вы снимаете сцены, ходите на занятия, пытаетесь как-то слепить сценарий. В общем, ваша энергия находит какой-то выход. Похоже, Мэтт, что вас никогда не сковывал страх поддержания какого-либо имиджа. Вы всегда открыто выражаете свою точку зрения или принимаете участие в проектах, которые вам были интересны. Как вам удалось сбросить эти оковы условностей? Я никогда не рассматривал каждый свой шаг под микроскопом. Я просто был самим собой. Я не считаю, что всегда поступал абсолютно правильно. Я рад возможности самосовершенствоваться. Но если я говорю о чем-то, я всегда искренне выражаю свою точку зрения. Думаю, что никого этим не обидел. Мой учитель актерского мастерства в старших классах Джерри Спека сильно повлиял на меня, Бена и Кейси. Пять слов, которые он сказал мне, были «Просто делай свою работу, сынок». Он часто повторял это мне. «Просто делай свою работу, сынок». Для меня эти слова своего рода гавань, где я всегда могу найти прибежище. Это мой критерий оценки, если я в чем-то сомневаюсь. Я просто концентрируюсь на своей работе. Если в моей работе над фильмом все идет не по плану, я начинаю задумываться, а делаю ли я все возможное. В этих словах моего учителя точка опора для меня. Я взвешиваю шансы, как я могу добиться успеха в работе. Как вы думаете, сколько хороших актеров пробовались на эту роль до вас, пока ее не предложили вам, никому неизвестному актеру? Однажды в молодости я опробовался на роль в фильме «Первобытный страх» с Ричардом Гиром и Эдвардом Нортоном. Нортон получил роль, а я нет. Вам предложили роль после всех остальных? Да. Молодые актеры тогда узнали, что освободилось место на одну роль. Я влез в долги, чтобы брать уроки у специалиста по диалектам. Мне требовалось изобразить акцент человека родом из Кентукки. А я никогда не был там, так что пришлось поработать. Мы все знали, что эта роль обязательно прославит того, кто ее сыграет. В фильме «Мужество в бою» у меня была очень маленькая роль. Всего две сцены. У меня было всего две сцены с Дензелем Вашингтоном. В остальном, я просто играл медика вместе с одним актером. Его зовут Тим Гинни. По сценарию он истекал кровью, у меня на коленях. Мы шесть недель работали в Эль-Пасо, и все это время Тим стонал, лежа у меня на коленях. И вот он стонет, а я такой говорю ему, «Чувак, не думай, что нас сейчас снимают, зря стараешься». Это была неблагодарная работа для нас обоих. За исключением тех двух сцен с Дензелем. В этом фильме у меня было два съемочных дня, и я думал, действие происходит в прошлом, и мой персонаж — героиновый наркоман. Что же я могу сделать такого, чтобы сделать свою незначительную роль максимально яркой? Единственное, что я мог придумать — похудеть настолько, насколько это было возможно. А затем снова набрать вес для роли уже в наши дни. Это я и сделал. Я слышала, что это плохо отразилось на вашем здоровье. Ваш эксперимент ужаснул вашего врача. Это было ужасно. Я хотел проконсультироваться с диетологом, но он стоил очень дорого. Режиссер мне отказал, но в защиту руководства скажу, что они не знали, что я собираюсь с собой сотворить. Их часто донимают другие актеры по разным вопросам, и важным, и неважным. Но мой-то вопрос был довольно серьезным, но мне все равно отказали. Тем не менее, я не растерялся и обратился к одному нужному человеку. Знаете, всегда нужно иметь связи. Он был австрийцем, с таким же жестким акцентом Шварценеггера. Он был бывший бодибилдер, очень фактурный парень, очень ответственно подходящий к делам. Он включил меня в свою программу, которую использовал для постановки шоу в бодибилдинге. По этой программе можно было прийти в нужную форму за три недели, но на самом деле это была только видимость красивого тела. Когда парни выходили на сцену, они выглядели хорошо, натренированными и подтянутыми, но их можно было свалить с ног одним щелчком. Они были измождены, как будто из них высосали всю подкожно-жировую прослойку, чтобы выпирали мышцы и вены. Я занимался по этой программе где-то четыре месяца. Было очень тяжело, но я добился того, чего хотел. Когда я получил роль в «Благодетели» годом позже, Фрэнсис Форд Коппола сказал, что видел фильм «Мужество в бою» и заметил меня. Мой рискованный опыт сослужил мне хорошую службу. Забавно, но именно мы с Эдвардом Нортоном снова прослушивались на одну роль, которую в итоге получил я. именно благодаря тому, что меня заметили в фильме «Мужество в бою». Когда я потом встретился со Спилбергом, он сказал, «Знаете, я ведь записал себя на видео для фильма «Спасти рядового Райана», но запись к Спилбергу даже не попала, он ее так и не увидел. Директор по кастингу, видимо, просто взял ее и выбросил. Но я-то думал, что Спилберг ее получил. И вот он спросил меня, «Откуда я тебя знаю, парень?» Я ответил, «Я сделал для вас запись для вашего фильма». Он ответил, что первый раз о ней слышит. В общем, я сказал, что снимался в фильме «Мужество в бою». И Спилберг такой, «Точно!» При просмотре фильма он сказал жене, «Этот парень идеально подошел бы на роль Райана. Жаль только, что он такой худой». Вот так вот. Я читала в одном интервью, что в то время вы даже не могли целовать свою девушку, если чувствовали запах чипсов на ее губах. Да, запах масла. Я на своей шкуре испытал все страдания людей с расстройствами пищеварения. Но по-другому я не мог. Я сказал себе, «Терпи, никаких компромиссов. Если позволишь себе хоть раз расслабиться, все, покатишься по наклонной». Я хотел максимально выложиться в этой роли, чтобы потом не жалеть, что где-то спустил на тормозах. Говоря о ваших с Беном взаимоотношениях, вы подкалываете его, он подкалывает вас, и это абсолютно нормально. Это неотъемливая часть общения двух мальчишек, которые выросли вместе. Но во многих сценах вы показали, что вы не просто друзья. Вы друг другу как братья, верно? Да, именно так. Вы ведь вместе выросли в Бостоне. Да, мы росли вместе. Лучшие друзья на всю жизнь. Между нами никогда не было серьезных конфликтов. Знаете, никаких драм не происходило. Честно говоря, я бы жизнь за него отдал. Он мой лучший друг. Я готов ради него на все. Испытать такую дружбу — большое везение. Я даже представить не могу, как я работал бы над фильмом без Бена. Я счастлив, что у нас сложился такой тандем. Том Хэнкс как-то сказал мне, когда мы работали над фильмом «Спасти дедового Райана», я запомнил его слова навсегда. Я спросил его тогда о фильме, где он снялся с Джеки Глиссоном. Каково было работать с Джеки Глиссоном? Он пару секунд обдумывал свой ответ и сказал, «Я принял решение перестать бояться работать со звездой». Я сказал, что? Том продолжил. Он был звездой, и другие актеры ужасно волновались, боялись с ним работать, и тогда я решил перестать комплексовать по этому поводу. Когда он понял, что я перестал смотреть на него как на небожителя и стал обращаться с ним как с обычным человеком, между ними сложились очень хорошие отношения, и это очень помогло нам в работе над фильмом. Вы последовали его совету? Да, я перестал бояться Тома Хэнкса. Знаете, вы никогда ничего не добьетесь, если будете каждый раз падать ниц перед кем-то. В прессе много писали разных статей об умнице Уилли Хантинге. Вы когда-нибудь могли представить себе, что он окажет такое влияние на людей? Вы повлияли на очень многих людей благодаря своему фильму. Это просто потрясающе. Да, я очень горжусь этим. Мы с Бэном заключили соглашение. О чем бы ни был наш фильм, мы хотели им гордиться. Даже если бы его никто не увидел. Мы получили хороший урок. Даже если фильм не стал бы успешным, мы все равно гордились бы им. И он все равно много бы для нас значил. Не хочу разбрасываться громкими именами, но пару лет назад Клинт Иствуд сказал мне, когда мы как-то сидели на съемках одной сцены, он сказал мне, когда люди говорят о моих фильмах, они говорят, вот этот фильм шедевр. А этот вышел не очень, но я люблю каждый фильм, и я точно знаю, почему создал каждый из них. И я ничего не стал бы исправлять, будь у меня такая возможность. По словам Аль Пачино, секрет успеха... Да что он понимает? Да вот именно. Я хотела сказать, что по его словам, секрет успеха заключается в том, чтобы хорошо выучить свою роль. А что, по-вашему, является секретом успеха? Никогда не слышал о таком. Отличный совет. Не могу не согласиться, это один из секретов успеха в нашем деле. Но еще нужно иметь что-то за душой и быть готовым поделиться этим. Ребята, спасибо огромное, что были с нами. Я создал это видео по просьбе моего подписчика. Если вы хотите узнать о секретах успеха какого-либо знаменитого предпринимателя, пишите в комментариях, я постараюсь сделать все, что смогу. Мне также интересно, какой из советов Дэймона вам понравился больше всего, какой из них вошел в резонанс с вами. Оставляйте свои комментарии, и я присоединяюсь к вам в обсуждениях. Также хочу поблагодарить пользователя Xavier. Спасибо за то, что купил мою книгу. Я очень ценю это. Те, кто смотрят меня сейчас, если вам интересно, приобретайте мою книгу, присылайте свои отзывы на мою почту, чтобы мы могли общаться и поддерживать связь. Спасибо, что были с нами. Продолжайте верить в себя, вне зависимости от вашего жизненного девиса. До скорого. Привет. Привет. Как жизнь? Отлично. Дама, вы... Ты новичок? В этом баре? Я тут бываю часто. Время от времени. Вы здесь учитесь? Да. Да? А я тебя видел на лекции. Да? На какой? По истории. Возможно. Да, кажется, по истории. Но ты могла меня не запомнить. Мне здесь нравится не потому, что я гений, но я очень умный. Привет, как живешь? А ты? И вот... Про какую лекцию ты говорил? По истории. Просто по истории? Наверное, на обзорной лекции? Да, точно, на обзорной. Там был хороший обзор. И как тебе эта лекция? Если честно, для меня она слишком элементарная. Элементарная. Я не сомневался. Да. Я помню эту лекцию. Она была между переменной и обеденным перерывом. Кларк, ты бы шел отсюда. Успокойся. Уйди. Дай поболтать с новым знакомым. У нас какие-то проблемы? Нет, нет, никаких проблем. Я просто хочу, чтобы ты меня просветил насчет эволюции экономических рынков южных колоний. Я убежден, что перед гражданской войной способ производства в южных колониях можно охарактеризовать как аграрный докапиталистический. Ну да, ты ведь первокурсник и читал только историков-марксистов, например, Пита Гаррисона. Твое убеждение пройдет, когда ты прочтешь Джеймса Лемона и увидишь, что экономика Виргинии и Пенсильвании была капиталистической уже в середине 18 века. Потом ты дойдешь до Гордона Вуда, писавшего, что революционные утопии и военная мобилизация подстегнули капитализм. Это не так. Вуд сильно недооценивал социальные различия... Вуд сильно недооценивал социальные различия, основанные на богатстве, особенно унаследованном. Цитата из Виккерса. Издана в Эссексе, страница 98, да? Я тоже это читал. Твое оружие только плагиат, а своих мыслей нет? Своих-то нет? Ты пришел в этот бар, цитируешь малоизвестного автора и выдаешь его мысли за свои? Чтобы поразить девочек и опоручить моего друга? Грустно, что такой парень, как ты, только лет через 50 поймет, что в жизни есть два правила. Первое – не все дозволено. И второе – спустив 150 тысяч на образование, стыдно красть из библиотеки книжку за полтора бакса. Да, но я получу диплом. А ты будешь прислуживать моим детям по дороге на лыжный курорт. Возможно. Но я не буду плагиатором. Если ты этим недоволен, давай уйдем, поговорим. Нет, я всем доволен. Все нормально. Нормально? Да. Нормально. Да, нормально. Будешь приставать? Наш друг умница. Хорошо сидите? Да. Да? У меня ее телефон. Что теперь скажешь? КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ